Добрый день или добрый вечер, да, по местному? Вчерашний и его практическое продолжение сегодня – это большие очень события в двухсторонних отношениях между КНР и Российской Федерацией, очень насыщенные конкретными договорённостями, которые измеряются повышением уровня нашего политического взаимодействия, имея в виду подписание соответствующего документа политического меморандума и создание дополнительных механизмов сотрудничества. Согласование позиций между Россией и Китаем и кончая экономическим взаимодействием, оно, в свою очередь, во-первых, рассчитано на разные регионы Российской Федерации, и в данном случае речь прежде всего идёт о Центральной России, о Западной части Российской Федерации территориально, и касается различных отраслей производства. И в этой части наши подписанные договорённости, а это 51 документ, они в денежном эквиваленте – это десятки и десятки миллиардов долларов, причём хочу подчеркнуть в разных отраслях производства. Что касается того контракта, о котором Вы сказали, то действительно в газовой отрасли России, да и Советского Союза – это эпохальное событие, это самый большой контракт во всей истории газовой отрасли бывшего СССР и Российской Федерации в страновом измерении по объёмам. Хочу отметить, что это была действительно сложная работа на экспертном уровне. Наши китайские друзья – сложные и тяжёлые переговорщики. Как Вы знаете, вчера работа шла до полчетвёртого утра, а сегодня практически утром опять начали с центра поля. Но в результате взаимных компромиссов удалось выйти на не только приемлемые, но и на вполне удовлетворительные условия этого контракта для обеих сторон. Обе стороны в конечном итоге оказались довольны теми компромиссами, которые были достигнуты и по цене, и по другим условиям. Поэтому необходимо принять соответствующие решения и на уровне правительства Китайской Народной Республики, и на уровне правительства Российской Федерации. Но точки поставлены. Первое. Второе. Хочу отметить, что в ходе реализации этого проекта это будет самая большая на ближайшие четыре года стройка в мире, без всякого преувеличения. Потому что только с российской части, на российской территории нужно будет осуществить работу по новым месторождениям, а они очень большие месторождения, это КВКТ и ЧНД. Совокупный объём извлекаемых ресурсов, подтверждённых, 3 триллиона кубических метров газа. На самом деле их там ещё и больше. Это гарантированная поставка лет на 50, как на внешний, так и на внутренний рынок, это я тоже хочу подчеркнуть. Общий объём инвестиций только с российской стороны примерно 55 миллиардов долларов. Плюс, нам сейчас трудно посчитать, но я думаю, минимум 20 миллиардов на китайской стороне. Это не только газодобыча, это и газохимия, это гелевый завод, это новые предприятия, новая инфраструктура, тысячи рабочих мест, без всякого преувеличения, тысячи современных высокотехнологичных рабочих мест и развития инфраструктуры мест добычи и транспортировки. Это инфраструктура, которая будет использоваться не только газовиками, не только транспортниками газа, но и местными властями для других отраслей экономики соответствующих регионов. Так что это большое событие в газовой сфере, не только в российской, но без преувеличения и в мировой энергетике, уж точно совершенно в Азии. Первое. И второе немаловажное замечание хотел бы сделать, это то, что после подписания сегодняшнего контракта работы, во-первых, начинаются прямо завтра, а во-вторых, это даёт нам возможность приступить к следующему проекту вместе с китайскими партнёрами, а именно начать прорабатывать западный маршрут поставки. Это из ресурсной базы уже Западной Сибири. И третье, что чрезвычайно важно, это даст нам возможность реализовать наши планы по развитию газовой отрасли России, связав восточную часть и западную часть добычи, связав между собой соответствующей инфраструктурой. И при необходимости осуществлять диверсификацию поставок с Запада на Восток и с Востока на Запад. Цена, которая удовлетворяет обе стороны, она привязана, как и предусмотрена в наших всех наших мировых контрактах, международных контрактах с западными партнёрами, имею в виду сейчас западноевропейских партнёров, к рыночной цене на нефть и нефтепродукт. Это абсолютно выверенная общая формула исчисления цены. А конечная цена, она будет исчисляться по этой формуле, она удовлетворяет как «Газпром», так и китайских наших партнёров. Владимир Владимирович, самый сложный вопрос мировой политики Украины, конечно. Вы отдали приказ Министерства обороны в отводе российских войск от украинской границы, места их постоянной дислокации на Западе, в Пентагонию, в НАТО. Пока не видят признаков этого отвода. Присните, пожалуйста, ситуацию, что происходит на самом деле. Наши войска не находились уже на границе. Они действительно были достаточно на близком расстоянии от границы, и вы наверняка слышали об этом. Некоторое время назад я дал указание Министерству обороны отвезти их в места тренировок, на полигоны. Это тоже в прилегающих областях, в Ростовской области, там рядом. Но теперь Министерство обороны получило другое указание, а именно вывести их даже с этих полигонов. Я еще раз хочу подчеркнуть, сделано это не потому, что мы стесняемся держать там наши войска. Мы, в конце концов, суверенные государства, и держим наши войска там, где мы захотим. Но так, чтобы создать дополнительные условия, благожелательные условия вокруг предстоящих выборов президентских на Украине, чтобы не было вокруг этого никаких спекуляций, такое решение было принято. Если кто-то не видит, что там происходит, ну пусть лучше посмотрят. Связано это еще и с тем, что количество войск, бронетехники достаточно большое. Это требует, даже вывод требует достаточно серьезной подготовки, в том числе подвижного состава. Но я думаю, что при хорошей погоде скоро они все это увидят из космоса. Владимир Владимирович, а вот если все-таки возвращаешься к президентским выборам на Украине, как на ваш взгляд, они все-таки состоятся. Будет ли я, кто может победить? Ну и второй вопрос, позвольте сразу. На Украине задержали двух моих коллег, оператора и корреспондента Life News. Их обвиняют в терроризме, журналисты обвиняют в терроризме, допрашивают, одевая наручники, мешки на голове. Вот как-то можно какие-то шаги поднять для их? Да. Первое. Вы наверняка уже слышали о моей позиции. Она заключается в том, что важны не сами выборы, а важно наладить отношения со всеми регионами Украины, с тем, чтобы люди, где бы они ни проживали, на западе, на юге, на востоке или на севере страны, чувствовали себя полноценными гражданами. И национальные меньшинства имели бы полные права граждан, в том числе право на использование своего родного языка. Вот в этом контексте, на мой взгляд, конечно, гораздо более чисто с юридической точки зрения, имея в виду, что действующая на сегодняшний день Конституция Украины не позволяет даже проводить выборы при наличии юридических, я хочу это подчеркнуть, действующего президента Януковича, мне легче ли было провести сначала референдум по всем этим основным темам, референдум по Конституции, принять, и потом на основе Конституции избирать уже и президента, и парламент, и дальше формировать правительство. На мой взгляд, так было бы гораздо более логично, и это привело бы к большей стабильности. Но нынешние украинские власти при поддержке европейских стран, Соединенных Штатов приняли другое решение. В любом случае, политические процессы, в том числе по легитимации имеющихся властей на сегодняшний день, они, конечно, это позитивные шаги. Вместе с тем, нам очень сложно будет строить отношения с людьми, которые приходят к власти на фоне продолжающейся карательной операции на юго-востоке Украины и препятствуют работе прессы. Причем не просто препятствуют, а ведут себя все более агрессивно и агрессивно. Это, конечно, с точки зрения легитимации, с точки зрения объективности результатов будет вызывать, конечно, у нас большие-большие вопросы. И я очень рассчитываю на то, что наши партнеры и в Европе, и в Соединенных Штатах услышат и поймут, наконец, что происходит абсолютно, как недопустимо то, что сейчас происходит с журналистами. Ведь журналисты Live News, которых там сейчас уже во всех смертных грехах обвиняются, в том числе в том, что они там оружие какое-то проносят, что полная чушь, абсолютная чушь и бред абсолютно. Но задерживаются также иностранные граждане, которые работают на российские средства массовой информации. Это абсолютно недопустимо. И, конечно, изначально будет возникать большой вопрос по поводу легитимности всех этих политических процедур. Надеюсь, что и украинские власти предпринимут необходимые шаги для того, чтобы облагородить, как минимум, политический процесс, который сейчас происходит на Украине. Но хочу еще раз подчеркнуть, в целом любые политические процессы лучше, чем вооруженное противостояние. Наша позиция заключалась и на сегодняшний день заключается в том, чтобы наладить прямые контакты между сегодняшними гласными структурами в Киеве и юго-востоком Украины. Вы знаете, мы сделали все для того, чтобы прямые контакты начались. И вот, кстати говоря, и мое указание Минобороны вывести войска из тех мест, где они до сих пор проходили учебу, как раз в том числе связано с тем, что эти контакты, первые контакты начались. Я надеюсь, что они закончатся позитивным образом. Позвольте по теме саммит. Давай, завершающий, ладно, ребят? По безопасности и одна из угроз этой самой безопасности во всех странах региона нашего большого, в том числе и в России, это терроризм. Украинские радикалы неоднократно говорили о том, что они готовы и готовятся провести теракты на территории России. Есть ли информация о подготовке таких акций? Не могла ли быть одной из этих акций о недавней катастрофе железнодорожной в Подмосковье? Спасибо. У нас нет пока оснований считать, что катастрофа, которая произошла в Подмосковье, является результатом террористического акта. Нужно провести сначала тщательное расследование этого инцидента, а потом делать какие-то выводы. Пока таких данных нет, первое. Второе. Мы самым внимательным образом наблюдаем за всеми телодвижениями некоторых радикальных групп на Украине. И есть уже задержанные в России. Органы ФСБ достаточно внимательно следят за их передвижениями и на Украине, и за передвижениями через российско-украинскую границу. Повторяю, есть и задержанные. И, собственно говоря, по-моему, об этом уже была информация в СМИ. Но и, конечно, мы должны давать объективные оценки всему, что происходит в этой сфере. На мой взгляд, вот тот кошмар и ужас, который мы все видели на экранах наших телевизоров, и о котором мы уже очень хорошо знаем, и который произошел в Одессе, он пока не получил должной, адекватной оценки международного сообщества. А если мы не будем этого делать, то рецидивы подобных преступлений будут возможны. И я бы хотел обратить на это внимание и представителей средств массовой информации, общественности России и наших правозащитных организаций, в конце концов. Должно проведено быть тщательное расследование. Безусловно, найдены преступники и наказаны. И мы все должны добиться именно этого результата. Потому что если этого не будет, повторяю еще раз, вот тогда будут возможны рецидивы повторения такого кошмара и ужаса, как мы наблюдали в Одессе. Тогда будут созданы благоприятные условия и для террористических проявлений. Но мы сделаем все, чтобы на территории России ничего подобного не происходило. Спасибо большое. Спасибо.